Переходим к следующей теме. В крае проходит набор граждан, мобилизационный резерв для Министерства обороны России. Он будет привлекаться в том числе и для решения задач, которые связаны с чрезвычайными ситуациями на территории нашего региона. Подготовка мобилизационного людского резерва в вооруженных силах страны производится с 2015 года. Задача поддержания навыков и умений граждан, которые находятся в запасе на уровне, соответствующим требованиям текущего момента и с учетом развития вооружений и военной техники. В соответствии с решением министра обороны, которое поддержал президент страны, состав и численность мобилизационного людского резерва сейчас увеличивается. Одной из основных задач в мирное время будет проведение мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций или оказание помощи в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Важный момент для резервистов предусмотрены льготы и денежные выплаты. Кто может пополнить мобилизационный резерв? Это и другие подробности выясним у нашего гостя в студии Андрея Степана, военно-комиссар Хабаровского края. Доброе утро. Доброе утро, Андрей Юрьевич. Итак, вот есть мобилизационный резерв, есть запас. Чем первая категория отличается от второй? Ну, понимаете, в запасе у нас находятся все граждане мужского пола, да, ну и женщины частично, которые являются военнообязанными, которые отслужили в армии, да, или были зачислены в запас после окончания учебного заведения, то есть по различным основаниям. Это те люди, которых мы учитываем на случай, ну, каких-то непредвиденных обстоятельств, да, мы понимаем, о чем идет речь. То мобилизационный резерв, это те же граждане, части этих граждан, которые заключают контракт с Министерством обороны и с определенной периодичностью привлекаются на военные сборы. Вот, например, раньше все запасники, да, как мы можем их так проще назвать, они привлекались там раз в пять лет, раз в три года для проведения сборов. То мобилизационный людской резерв, у него чуть другая периодичность проведения сборов, ну и, соответственно, другие льготы, другие... Ну, это по контракту, получается, уже. Ну, не совсем, понимаете, военнослужащий, проходящий службу по контракту, он, это его основное место работы, да, скажем. Ну, кажется, регулярно ходит, да. То есть, да, у него регулярно, он ежедневно должен исполнять обязанности за учетом там отпусков, командировок и так далее. То мобилизационный резерв, как я уже сказал, у него есть периодичность проведения, привлечение его вот именно к занятиям, не к исполнению обязанностей, а именно к занятиям. А это новое что-то или это вот старая практика? Нет, как уже вот вы в самом начале сказали, да, в 2015 года было принято решение, издано постановление правительства, в соответствии с которым этот мобилизационный людской резерв и был создан. Ну вот, в течение практически шести лет, да, проводилась такая апробация, его внедрение в жизнь. Небольшое количество граждан было привлечено в мобилизационный людской резерв, заключили контракты с министром обороны, и на их основе регулировалась нормативно-правовая база. Сейчас, в принципе, эксперимент завершен, и мы приступили к формированию достаточно большого количества граждан. Состоять в самом мобилизационном резерве – это право гражданина или это обязанность? Нет, это право гражданина, это абсолютно добровольное решение гражданина, которое он может изъявить, да, и мы обязаны рассмотреть заявление любого человека, но есть определенные критерии к гражданину, конечно. Ну, для службы в рядах вооруженных сил, вот, например, тут нужно пройти медкомиссию и получить годен-негоден, да, Здесь аналогичная ситуация, абсолютно в мобилизационный людской резерв набираем граждан по возрасту, в первую очередь, да, это кто идет на рядовые сержантские должности не старше 42 лет, потому что все-таки понимаем, да, исполнение обязанностей связано с какими-то физическими нагрузками. Ну, у офицеров, младших, старших, у них немножко другие критерии, там, 47 лет, 52, и даже до 57 лет старших офицеров набираем. Ну, естественно, правильно вы говорите, состояние здоровья – это один из немаловажных факторов, только категории годности А и Б. К периодичности давайте вернемся. Я так понимаю, что, скорее всего, есть какая-то четко оговоренная периодичность, да, когда привлекается мобрезерв к учебным занятиям, да, когда к службе, к исполнению прямых обязанностей. Ну, вот, например, есть ЧАЭС, да, есть чрезвычайная ситуация, вот, которая, например, сейчас у нас паводковая ситуация. Вот как в таких складывается? Ну, у нас сейчас такая практика существует, да, то глава субъекта в случае чрезвычайной ситуации может обратиться к министру обороны для предоставления… Помощи? …вооруженных сил, да, помощи от вооруженных сил. Здесь будет аналогичная ситуация. Мобилизационный людской резерв привлекается к занятиям ежемесячно на три дня, ну, то есть три дня они должны присутствовать на занятии, и раз в год у нас проводятся сборы месячные или там в дальнейшем, может быть, будет двухмесячные. То здесь ситуация будет аналогичная. При обращении главы субъекта, соответственно, губернатора Хабаровского края, да, министром обороны будет принято решение сборы эти провести чуть раньше, чуть позже. То есть, как бы… По потребности. Да, по необходимой потребности, да, мы можем провести эти сборы, привлечь наших резервистов, опять-таки, техника Министерства обороны, люди Министерства обороны, мы им оплачиваем нахождение на сборах, компенсируем, опять-таки, компенсируем предприятиям, организациям, кто предоставляет этих резервистов, да, кто отпускает резервистов для участия в наших мероприятиях, понесенные потери в связи с выплатой зарплаты своим сотрудникам. То есть, как бы, все происходит то же самое, но только не привлекаются воинские части нашей постоянной готовности. А вот вообще у резервистов какие есть привилегии? Ну, здесь немало, я вам скажу. Ну, во-первых, мы оплачиваем их привлечение к занятиям и к сборам. Да, суммы пока на текущий момент небольшие, но сейчас, в принципе, проработаны все вопросы по изменению действующего законодательства. По крайней мере, семь нормативно-правовых актов будут внесены существенные изменения. Сейчас ежемесячно за три дня то, что человек участвует в сборах, в зависимости от занимаемой им должности, он получает в нашем регионе, да, практически от 6 до 12 тысяч ежемесячно. И за участие в сборах, месячных сборах, опять-таки в зависимости от должности, от 26 до 75 тысяч. Ну, вот если человек захотел пополнить ряды резервистов, что ему нужно сделать для этого? То есть вы сказали, есть ограничения, понятное дело, по возрасту, понятное дело, написать заявление, как вы уже сказали. Ну, вот какие еще моменты? Ну, пройти медицинскую комиссию. Это в обязательном порядке, потому что все-таки состояние здоровья – это крайне важный фактор. Опять-таки, с Министерством здравоохранения, касаемо Хабаровского края, у нас достигнуто полное взаимопонимание. Все вопросы, связанные с сдачей анализа, прохождение врачей-специалистов там, где в обычной с вами жизни мы либо платим, либо пользуемся полисом ОМС, обязательного медицинского страхования. Здесь при содействии губернатора принято решение о том, что направление военного комиссариата в 7 мероприятий бесплатно. То есть человек не будет нестить финансовые затраты на прохождение медицинской комиссии. Ну, после того, как он прошел медицинскую комиссию, соответственно, мы принимаем решение. Годен, негоден, и направляем уже войска. Кроме здоровья, кроме здоровья есть какие-то еще ограничения? Женщин приглашаете? Ну, пока нет. Судимость, еще что-то подобное? Да, есть ограничения, конечно, я уже сказал, это возраст, состояние здоровья, наличие судимости, ну и иные противопоказания, как, например, пока наличие гражданства. Ну и человек, соответственно, должен пройти до этого воинскую службу, да, срочную, естественно. Ну, службу по призыву, либо службу по контракту, да, иметь какое-то воинское звание, конечно. А на основном месте работы, вот как это все скажется? Значит, как я уже сказал, да, работнику компенсируются затраты понесенные им на выплату зарплаты сотруднику, который в этот момент не будет исполнять свои прямые обязанности. То есть предоставляется справка с места работы, сколько мы, соответственно, с организацией все это, Министерство обороны, да, в моем лице, будет компенсировать все эти затраты. Поэтому здесь работник не теряет практически ничего. Ну и имеет право не отпустить с работы его, или это уже обязанность работодателя? Ну, вообще, конечно же, это решение работодателя, хотя участие в эволюционном людском резерве, это, как мы уже говорили, право работника, да, и работодатель, ну, не должен его ограничивать в этих... Спасибо большое. Для более подробной информации можно обратиться вот по этим телефонам, которые сейчас на ваших экранах, и вот QR-код, его отсканируйте, просто понаводите свой смартфон, и все становится понятно. У нас в гостях был Андрей Степанов, военный комиссар Хабаровского края.